Здарова народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про очередную волну банов и перенос аккаунта завершающая стадия. Вначале поговорим про баны. Это 21 волна банов за всю историю нашей любимой игры про танки. Всего забанили 32 707 учетных записей. Из них 25 990 забанили на недельку и 6717 заблокировали навсегда. На самом деле это не так уж мало людей. Во-первых, это те люди, которые так или иначе активно играли. Раз они там умудрялись даже что-то там устанавливать или нарушать какие-то правила игры, то это у людей мало того, что просто хватило мозга играть в эту игру, так еще и что-то там заморачиваться и что-то делать. Хотя на самом деле игра не сильно то и сложная, если ты в нее играешь давно. Для новичков возможно там поначалу глаза разбегаются, но на самом деле механик различных хоть и много поначалу кажется, но они все простые и примитивные. Но зачем еще сверху там какие-то читы ставить в этой замечательной игре, я не знаю вообще. Если можно их и так хорошо играть, тем более заработанный своим трудом результат, он как-то ценнее. По крайней мере это мое мнение. Недавно в доте 2 забанили 40 тысяч читеров, при том что в доте 2 онлайн в разы больше, прям в несколько раз больше, чем в мире танков. Поэтому то, что у нас забанили такое количество игроков, это на самом деле очень много, если сравнивать с доткой. На аллее славы, там где показаны очки игроков, которые играли на ивенте и еще, я так понимаю, не почистили его. То есть оттуда еще некоторых людей должны будут поубирать. Тех, кто там что-то нарушали. Поскольку все на том месте, где были, пока что и стоят. Но я думаю, что в ближайшее время оттуда лишние уйдут в небытие. На самом деле в этом ивенте очень много людей нарушали правила. Это было невооруженным глазом заметно и, я надеюсь, поперебанят как можно больше. Чтобы я в рейтинге поднялся повыше и вошел в 10% и получил 2D стиль. Конечно, людям, которые потратили на это свое время и силы, хоть и что-то там нарушали, им будет, наверное, обидно, но я сколько танков за ГК получил, я почему-то ни разу не додумался, чтобы кто-то мне танк набил, или чтобы я с читами танк набивал, или еще что-то. Я вообще не пойму, зачем подставлять себя, подставлять свой клан. Если можно просто прийти, поиграть, потратить столько же времени и получить. Поэтому, как по мне, это полная чушь. Но люди за это еще и бан получают, еще и целыми кланами. Ну и в принципе-то всегда баны происходят после того, как прошел ивент на глобальной карте. Постоянно, практически всегда. Не прям все разы, все волны были после ГК, но очень много банов было именно после глобальной карты. Еще там бывали вроде после ранговых боев. Поэтому люди, которые с читами катают все это, ГК там и так далее, это вообще странные люди. Да, сейчас в комментариях прибежит какой-то чел, который скажет, что меня 10 лет не банят. Даже, может быть, некоторых из них я знаю. Да, Леха? Но, в общем и целом, все равно часть людей улетает в бан. В принципе, туда им и дорога. Теперь поговорим еще про завершение переноса аккаунта. На данный момент работает автоматический перенос аккаунта. Если игровой аккаунт еще не был перенесен в EU или RU регион, то вы все еще можете сделать выбор региона самостоятельно. С 6 марта возможность изменить выбор региона будет отключена. Осталась буквально неделя, чтобы наконец-то уже, ну, пора, наверное, уже и определиться, да? Поскольку вся эта заморочка с выбором региона уже, честно говоря, подзаколебала. Люди туда-сюда бегают, очень много насчет этого вопросов. Танкисты, как обычно, ничего не понимают, и этот хаос уже надоел. Ну и когда перестанут уже бегать между регионами, разработчикам будет меньше мороки. Техподдержка, надеюсь, разгрузится и будет отвечать быстрее. Поскольку иногда, когда надо, чтобы она ответила, ждешь целый месяц, это жуть. В принципе, я уже делал видео, где полностью подробно все рассказывал про перенос аккаунта, но до сих пор некоторые люди не понимают определенных вещей и постоянно спрашивают одно и то же. А если я вот там танчик куплю и назад вернусь, он у меня будет? А если я на том регионе выиграю танк на ГК и вернусь на этот регион, он со мной вернется? А если там куплю что-то и перейду назад? Смотрите, вот вы, допустим, с ру-региона переходите на иу-регион. У вас на ру-регионе аккаунт, грубо говоря, замораживается и останавливается. Все. Вы переходите на иу-регион и у вас вот там дубликат вашего аккаунта. Вы с него начинаете с этого дубликата и что-то там делаете. Какие-то танки покупаете, что-то выиграете за боны там, что-то берете, еще что-то там, марафон прошли, танк получили, за ГК танк получили и такие. Ну все, я добра набрал, просто полные мешки, сумки там, баулы, всю эту херню. Все, пойду на тот регион, где был. И такие с Европы, со всеми этими баулами, хотите перейти на ру-регион. Переходите, а у вас ничего нет. Поскольку вы вернулись на тот аккаунт, который остановился на ру-регионе в то время, когда вы ушли на Европу. И опять с того момента начинайте. Все. А на Европе этот дубликат, на нем все, что вы наиграли, на нем оно и остается. То есть это два разных места и где вы что купите, там оно и останется. Оно за вами никуда не перейдет. С одного региона в другой ничего не переносится. Оно остается там. Поэтому бегать между регионами и туда-сюда переносить не получится. Просто выберите, где вам удобнее играть и играйте. Все. Почему-то танкисты абсолютно игнорируют правила, новости и так далее. Они все время сами выдумывают какие-то свои правила в игре, свои правила в переносе аккаунта. Вот если долго стрелять в одно и то же место, оно станет менее бронированным. И вот на 99 раз я пробью. Вот если перед выстрелом потрясти прицелом, то я точно попаду. Там точечка в прицеле бегает. И когда я трясу, я точно попаду в взаимую зону. Вот я пойду на EU регион, возьму танк за ГК и вернусь с ним на RU регион. Как вы вообще эти правила себе сами выдумываете? Я просто поражаюсь. Как же танкисты любят выдумать свою игру. Еще мне нравится вот это. У меня свой воин. Три фрага сделал, уже воин. Да чел, один урон сделал, уже воин. Молодец. Мне интересно больше, когда почистят аллею славы и уже можно будет награды набирать и танки выдадут. Это самое интересное. По поводу переноса аккаунта уже должны были разобраться давным-давно. Уже полгода, блин, наверное, прошло. Я уже хочу получить танчик и постримить, посмотреть на него, вам показать. В принципе, у меня такие вот новости. Я сегодня немного отдыхаю, поэтому стримов поменьше. На Чили на Расслабоне записал один видосик. После ивента подустал. Такие вот пироги. Ну и раз у нас видос получился такой новостной, то еще хочется сказать про Карачуна. Игроки получили 190 513 карачунов. За последние 15 марафонов это третье место по количеству танков. Это очень хороший результат, поскольку в последнее время там марафоны скатывались в канаву. И уже казалось, что марафоны все. Но это реанимация марафонов. Причем смешная. Реанимировали Карачуном. Мертвым танком, который самый слабый на 8 уровне. Вы представляете, насколько разработчики игры Миртанков гениальные просто? Что они реанимировали марафон мертвым танком. Это смех просто нереальный, прям истерический какой-то. И за последние 3 года это топ-1 марафон по количеству танков. Просто шок. Все, с вами был Варчик. Играйте красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Обязательно пишите в комментариях, что вы про эти новости думаете. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok